Добрый вечер! Пришло время подвести итоги этого дня. В студии Анна Москаленко и вот главные темы. Сегодня губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости региона. Подробнее об антикризисных мерах в выпуске. Региональное отделение Российского детского фонда организовало сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса в Алтайском крае. Как помочь фонду, мы расскажем через несколько минут. Жители села Бурунова Калманского района опасаются. Водонапорная башня начала наклоняться под тяжестью образовавшегося льда. Они считают, что в любой момент она может рухнуть на проходящих мимо людей. На фоне мощнейшего санкционного давления и развернутой против России информационной кампании многие отрасли могут столкнуться с трудностями. Как снизить негативные эффекты и использовать новые окна возможностей? Эти темы сегодня обсудили на заседании рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости региона. Его провел губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Подробности у Глеба Полянского. Виктор Томенко подчеркнул, Алтайский край – часть единого экономического пространства России. В отдельных отраслях, например, в сфере продовольственной безопасности, он опора для всей страны. Основой экономики региона остаются сельское хозяйство и перерабатывающие производства. Посевная площадь в этом году сохранится на уровне прошлого года и даже немного вырастет. Семенами зерновых и зернобобовых культур хозяйство региона обеспечены на 100%. Увеличены лимиты предоставления льготных кредитов на подготовку к весенним работам. Будет и прямая поддержка. В целом, в первом полугодии мы планируем довести до сих хостоваропроизводителей до начала посевных работ порядка миллиарда рублей. Мы в соответствии идем с графиком. Прямой господдержкой? Это прямая господдержка. Запасов зерна и другого пищевого сырья в регионе достаточно, чтобы полностью загрузить мощности перерабатывающих предприятий. Так что дефицита продовольствия точно не будет. Безусловно, компании региона применяют в производстве компоненты иностранного изготовления, например, для выпуска сыров и кисломолочной продукции. Однако в этой сфере запас прочности достаточно велик. У поставщиков имеется запас молочных заквасок, которые производились на территории ЕС в пределах 60% от годовой потребности. Поэтому предприятия сегодня, в ближайшие полгода, будут работать в штатном режиме. Промышленные предприятия могут столкнуться с нехваткой комплектующих для иностранного оборудования. В области металлообработки возможен отзыв лицензии на программное обеспечение. А без него станки не смогут работать. Но это лишь часть задач, которые предстоит решить. Необходим запуск новой программы Фонда развития Алтайского края по выдаче средств на пополнение оборотного капитала. Это связано с той проблемой, о которой я говорил, дефицит оборотных средств на предприятиях. Мы эту тему использовали, когда проходила пандемия. Инструмент у нас сегодня такой в рамках Фонда развития Алтайского края остался. Мы это можем делать, но только надо посмотреть по декапитализации фонда, для того, чтобы такие кредиты мы могли выдавать. В строительстве зависимость от импортных комплектующих невелика. Однако рост стоимости материалов на 20-30% с начала года и дорогие кредиты все равно несут серьезные риски. Также в связи с ростом ипотечных ставок эксперты ожидают снижение спроса на жилье. На уровне федерального Минстроя также обсуждают механизм оперативного пересчета смет по госконтрактам. Если этого не сделать, многие стройки объектов на бюджетные средства могут просто остановиться. Цены на стройматериалы меняются слишком быстро. Если здесь Минстроя, ну, Ирак Анварович Файзулин эту тему публично озвучивал, уже ставил задачу глав госэкспертизе на заседаниях в Министерстве строительства Российской Федерации. И мы надеемся, ждем, что такие подобные решения будут приняты. Нам позволит более оперативно пересчитать. В этом году в регионе предстоит построить и отремонтировать более 700 километров автодорог. Перед началом сезона подготовлено уже более четверти необходимых инертных материалов. Битум также в наличии. Нарушения поставок и спекулятивного роста цен специалисты не ожидают. В данных группах материалов практически отсутствуют составляющие импортные, соответственно, цены не должны расти. Федеральная налоговая служба объявила о временной приостановке с 9 марта инициирования банкротства должников. Решение принято для снижения угроз банкротства предприятий в связи с антироссийскими санкциями ряда стран. Для отдельных отраслей экономики объявили настоящие налоговые каникулы. По поддержке IT-отрасли уже, наверное, тоже слышали. Это на три года освобождения от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами, в том числе от налоговых проверок. На уровне региона также предпринимают необходимые меры для поддержки экономики. В частности, проведут реструктуризацию задолженности органов местного самоуправления по бюджетным кредитам. Основной задачей в этих условиях себе ставим это сохранить стабильность и предсказуемость финансовой системы края, в том числе органов местного самоуправления. И хотел бы подчеркнуть, что в данных условиях нашими приоритетами сохраняется заработная плата, работникам бюджетной сферы социальные выплаты, обеспеченные текущие обязательства. Финансовая система края способна обеспечивать все эти и другие текущие задачи, а также мы будем оперативно реагировать на те вопросы, которые будут возникать. Подводя итог заседания, Виктор Томенко напомнил о необходимости согласованных действий между органами власти и постоянного диалога с Москвой, чтобы эффективно применять решения правительства России на региональной почве. Мы должны, конечно, ориентироваться сегодня в первую очередь на те решения, которые на федеральном уровне принимаются, чтобы они здесь были исполнимы и чтобы они здесь давали на месте свой эффект. Это очень важная задача, важнейшая для нас задача. Глава региона отметил, что к понедельнику каждое ведомство с учетом потребностей предприятий должно подготовить предложение для доведения на федеральный уровень. Фундаментальные программы развития формулируются именно в правительстве России и промедление в сложившейся ситуации недопустимо. Глеб Поленский, Денис Кузьменко, Новости. Как помочь тем, кто в этом нуждается? В этом вопросе у регионального отделения Российского детского фонда опыт работы 34 года. Организация была оператором по сбору гуманитарной помощи пострадавших в Беслане, в двух кавказских войнах и в национальных конфликтах в Средней Азии. Сейчас в них нуждаются переселенцы из Донбасса. Продолжит тему Анастасия Меншакова. Со всего региона везут пакеты с вещами первой необходимости в региональное отделение Российского детского фонда. Каждые полчаса новые посетители. Так много людей готовы помочь беженцам с Донбасса, которые приехали в Алтайский край или еще в пути. Средства личной гигиены, памперсы, моющие средства. Молодцы вообще. Там сербы, о чем я сейчас говорила. То есть то, что нужно, то, что вас требовано в первую очередь и на первое время поддержит людей. Спасибо вам огромное за то, что вот прочитали где-то, узнали, пришли, принесли, потратили личное средство и личное время. Спасибо. Мы решили помочь беженцам Донбасса, потому что они сейчас находятся в очень сложной ситуации. То есть без каких-то элементарных вещей. Поэтому мы решили внести какой-то свой от нашей семьи вклад, чтобы как-то помочь. 24 февраля люди начали звонить с вопросами. Собирает ли краевое отделение фонда гуманитарную помощь беженцам? Что и куда привозить? Прошло уже две недели. Сколько собрали за это время вместе с Министерством соцзащиты края, не считали. На подведение статистики нет времени. Еле успевают сортировать вещи. Только круп поступило две тонны. Это идет от сердца людей. То есть людям не нужно было каких-то давать указаний или как-то эмоционально воздействовать на них, чтобы активизировать какой-то сбор гуманитарной помощи. Самое главное, люди, они сами все понимают. Часть гуманитарной помощи уже раздали. Сейчас в Алтайском крае девять беженцев из Донбасса. Председатель отделения фонда Оксана Овчинникова помнит встречу с каждым из них. Первой пришла Валентина Викторовна, беженец из Луганска. У 64-летней женщины было всего два часа на сборы. Приехала с одной лишь дамской сумочкой, в которую успела сложить только документы, лекарства и икону. Я говорю, а что, вообще как там вам было? Она говорит, вот вы видели фильмы про концлагерь? Вот так мы жили 8 лет. Пели из лужи, варили суп из голубей, потому что нечего было кушать. Я вот у нее спросила, а вообще вы нас ждали? Вы ждали, что вот Россия придет? Вам нужно было вообще это? На что она ответила мне? Если бы не пришла Россия, Луганска бы уже просто не была на территории, на карте земного шара. То есть этого города бы просто не существовало. Это просто невыносимо слушать их рассказы. Фонд принимает продукты долгого хранения, например, тушенку и консервы. Собирает предметы первой необходимости, бытовую химию, средства личной гигиены, полотенца, постельные принадлежности и одежду. Главное, чтобы вещи были новые. Фонд работает по будням с 9 утра до 6 вечера. Подробную информацию вы видите на своих экранах. Анастасия Меншакова, Роман Хайрулин. Новости. Как справиться с тревожностью? За рекомендациями мы обратились к психологу Елене Ахмеровой. Она поделилась несколькими упражнениями для снятия напряжения. Представить его в виде какого-то образа, закрыть глаза, которые нам этот образ приходит. И прочувствовать, представить, что в этом образе, ну не знаю, там какой-нибудь шар, энергия там движется по спирали. Вот куда она движется по спирали, например, что она у нас движется снизу вверх, вот в этом напряжении. И потом мы специально, фокусируясь на этой спирали, вот в обратном направлении ее пускаем, чтобы она у нас в землю уходила. То есть вот такие техники, которые на визуализации, они тоже хорошо помогают нам снимать напряжение. Подышать, когда у нас, например, мы вдыхаем на счет 1, 2, 3, а выдыхаем на счет 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, когда вдох длиннее выдоха, можно просто обращать внимание на свое дыхание, не пытаясь его изменить. То есть, что вообще, вот воздух входит, как мы, вот он согревается, как мы его выдыхаем. И прям такой цикл, ну раз 10-15, это точно. Потрогать себя, поприкасаться, да, можно взять какой-то предмет, потрогать его, да, то есть что-то, что под руками. Это тоже может помогать. Это дает нам хотя бы вот эту опору и стабилизацию. Контакт с домашними животными, больше обниматься с близкими, однозначно. Ну, может быть, стараться выезжать из города, да, то есть сейчас весна приближается, это может быть на дачу уже съездить, где-то снег почистить. То есть вот такие вот моменты. Единая Россия уже готовится к избирательной кампании. Напомню, 11 сентября, в день голосования, жители Алтайского края изберут почти 6 тысяч городских и сельских депутатов. Заседание Организационного комитета, который будет работать в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске, провел секретарь регионального отделения Единой России Александр Романенко. В других районах края откроют собственные оргкомитеты для проведения предварительного голосования, которое пройдет с 23 по 29 мая. Кстати, впервые его проведут только в электронном виде. Выбрать будущего кандидата от Единой России можно, не выходя из дома, на сайте pg.er.ru. А кто представит на выборах партию, станет известно по итогам предварительного голосования. Жители села Бурунова Калманского района опасаются. Водонапорная башня начала наклоняться под тяжестью образовавшегося льда. Они считают, что в любой момент она может рухнуть на проходящих мимо людей. В проблеме разбиралась Алина Пенигина. Огромная сосулька весом в сотню килограмм образовалась на водонапорной башне в селе Бураново Калманского района. Полувековое сооружение и так находится в аварийном состоянии. А под тяжестью льда башня и вовсе начала наклоняться. Жители опасаются, она может рухнуть в любой момент. Мимо этой башни ежедневно проходят дети в школу. Школа находится в нескольких метрах. Башня обеспечивает водой практически все объекты, которые находятся в селе. То есть это и администрация, школа, детские сады, фаб медицинский, также дом культуры, ну и в принципе все население, которое вот именно от этой башни зависит. Это ориентировочно тысяча человек. Этой зимой жители села регулярно латали дыры на стенах водонапорной башни, подпиливали лед. Делали это по собственной инициативе. Ограждение башни устанавливалось местными инициативами, фермерами и просто жителями села. Тросы также, которые поддерживают башню. Но вы видите, что они уже в плачевном состоянии. В администрации Калманского района заверили, старую башню планируют снести, а на ее месте возвести новую. На это необходимо 3 миллиона рублей. По программе ЖКХ Калманского района заявка была подана в конце года, как и положено, при формировании бюджета на 2022 год. С водоснабжением здесь проблем не было, и я надеюсь, их не будет. На данный период, просто-напросто минуя водонапорную скважину, мы можем использовать преобразовательные частотники и пустить воду напрямую в магистраль. А пока в администрации уверяют, в ближайшее время коммунальная служба срежет лед с башни. Алина Пенигина, Сергей Седых. Новости. К новостям спорта. Барнаульские хоккеисты в эти выходные проведут последние матчи регулярного чемпионата. Они примут на своей площадке «Саратовский кристалл». «Динамо Алтай» уже давно обеспечила себе место в плей-офф. Домашние встречи помогут лучше приготовиться к играм на выбывание. На тренировки хоккеистов побывал наш корреспондент Артем Тарасов. Барнаульские хоккеисты досрочно стали чемпионами ВХЛБ еще 21 февраля. А выход в плей-офф обеспечили себе еще раньше. Теперь главная задача – борьба за кубок. Заключительные матчи регулярного первенства – возможность отработать игровые моменты. Думаю, что будет большинство, меньшинство, в основном, если такие моменты будут попадаться. А так – это игра в обороне, раскаты, закаты. Ну, все составляющиеся, что может происходить. Все это барнаульцы отработают в домашних матчах с «Саратовским кристаллом». Однако основной прицел сейчас направлен на полуфинальные игры с красноярскими рысями. Они также пройдут в Барнауле 19 и 20 марта. Серия матчей до четырех побед определит финалиста лиги. Ребята настроены, что это последняя такая, так скажем, прикидка перед полуфиналом. Поэтому будем отрабатывать те варианты, которые будем применять, наверное, уже в игре с рысями. Поэтому настроены уже, чтобы игры провели по плей-оффам. К слову, в прошлом году именно красноярские рыси в полуфинале переиграли барнаульцев и лишили их борьбы за золотые медали. Тогда красноярцы усилились игроками из лиги уровнем выше. В этом году ситуация повторяется. А сейчас алтайские спортсмены делают последние штрихи перед серией плей-офф. Матчи с «Аратовским кристаллом» пройдут 12 и 13 марта на Титов-арене. Первую игру можно будет увидеть на нашем телеканале. Трансляция начнется в 17.00. Артем Тарасов, Михаил Ирифуншан. Новости. И на сегодня это все новости. Спасибо, что были с нами. Хорошего вечера и хороших выходных.